Приветствую вас, хочу сказать, что внимательно прочитал то, что вы написали, внимательно изучил ваше письмо и готов поделиться с вами определенными наблюдениями, определенными рекомендациями, определенными моментами, на которые вам, по моему мнению, нужно обратить внимание для того, чтобы улучшить свою жизнь. Первый и основной момент, который мне бы хотелось затронуть, это момент следующий. Вы пишите, что муж достаточно замкнут, никогда не делится мыслями, планами и впечатлениями, вы, наоборот, слишком, значит, активны. Значит, у вас так было изначально, как я понял, вы оба нервные, вспыльчивые, но раньше мужчина меньше молчал, а сейчас на какие-то ваши напоминания и упреки огрызаются или хамят. Вот это первый момент, который я бы хотел затронуть. То есть, получается так, что мужчина в начале отношений вел себя точно так же, как он ведет себя сейчас. В его поведении абсолютно ничего не поменялось, в его поведении абсолютно ничего не изменилось, и он остается верным в себе. Единственное, что изменилось, это только лишь то, что он раньше больше молчал, а сейчас его задевает то, что вы говорите, то, что вы как-то его прекаете и так далее. Почему его задевает, почему его стало это задевать, и почему вы раньше вроде бы как принимали его таким, как он есть, ведь вы 10 лет уже вместе. Вы раньше принимали его таким, как он есть, а сейчас вот принимать его перестали. когда вы хотите изменить своего мужа. Я понимаю, вы хотите прогнать его под свой идеал. И для вас это, как для отдельной личности, это хорошо. Для вас, как для отдельного человека, это здорово. Но вот то, что вы хотите свои идеалы перенести на другого человека, это как раз таки не очень правильно. Это не очень хорошо. Я бы хотел сказать вам о том, что этот момент, момент, который вы пишете, его нужно проработать, потому что вам для успешных отношений человека нужно принимать таким, какой он есть. для того, чтобы мужчина не чувствовал постоянно, что вы пытаетесь его изменить. Чтобы мужчина не чувствовал постоянно, что он вам не нравится такой, как он есть, вы хотите от него чего-то большего, вы навязываете ему что-то свое. Развлекает вопрос, а почему он должен принимать то, что вы ему навязываете? Ведь это ваше. То, что справедливо для вас, не справедливо для него. То, что интересно вам, не должно быть интересно для него. Особенно, если он таким был изначально. И вот этот момент, момент принятия человека таким, как он есть, и только на этой основе, на основе того, чтобы понять желание мужчины, на основе того, чтобы помочь ему эти желания реализовать, но постепенно, так как может и хочет это делать мужчина, вам нужно заострить внимание. Дальше, вопрос можно поставить так. Вы хотите своего мужчины изменить. Вы это пишите очень, ну, очень подробно, очень ярко, вы противопоставляете себя ему, постоянно говорите, что вот я такая, он такой. То есть, вам нужен мужчина рядом, достаточно определенно. То есть, у вас нет проблем с тем, чтобы понять для себя, какой мужчина вам нужен. Раз вы знаете своего идеального мужчину, значит, наверное, вы легко можете его представить. Ответьте себе на вопрос, тот идеальный мужчина похож на выход на вашего мужа, тот идеальный мужчина является вашим мужем, и будет ли ваш муж, мужчина, для которого вы вышли замуж, если он станет тем самым идеальным мужчиной, будете ли вы его любить, будете ли вы его уважать, будете ли вы его ценить так? Если ваш ответ – да, то тогда простите своего мужа, вы не любите, и хотите сделать из него кого-то другого. Хотите сделать из него кого-то, кем он, к сожалению, не является. Этот момент является ключевым. Этот момент можно назвать главным, потому что, по сути дела, мужчина чувствует, ощущает, понимает, что он не тот, кто вам нужен. и из-за этого вся его агрессия. Дальше. Следующий момент. Вы пишите, что, собственно, у вас нет общения, вы пишите, что у вас, ну, что вы очень редко разговариваете с мужчиной. А скажите, вы раньше также разговаривали? Вы раньше общались с ним так же, как вот общаетесь сейчас? Или нет? Опять же, если раньше вы общались так же, то возникает самый главный вопрос. А почему вы перестали принимать человека таким, каким, как он есть, если раньше это вы делали? То есть, раньше вы принимали человека, раньше он вам нравилось, что он вас устраивал, а теперь перестал. Может быть, причиной того, что вы постоянно мужа как-то стимулируете, как-то его оборотовки являются изменения ваших чувств. может быть, вы когда увидели своего мужа в первый раз, своего мужчину в первый раз, вы автоматически в силу своей активности, в силу своей порывистности вы дорисовали ему определенные качества, да, вы дорисовали ему какие-то черты, которых у него в действительности к сожалению нет. И эти черты, ну, точнее, наличие этих черт, теперь вы пытаетесь возобновить. И получается, к сожалению, так, что этих черт у мужчины нет, потому что у него их не было изначально. И возникает тогда вопрос, а того ли вы мужчину ищите? Всем ли вы мужчины пытаетесь построить отношения? Может быть это все-таки не совсем ваш молодой человек, ваш супруг, ваша вторая половинка и так далее. Может быть все-таки вы по ошибке как бы с этим мужчиной стали быть вместе? Может быть в действительности вам нужен другой человек? Вот тот же вопрос, на который вам нужно ответить. вопрос этот достаточно важный, достаточно как бы это сказать. Вопрос этот достаточно ключевой, потому что без него, без ответа на этот вопрос нельзя дальше решать ваши взаимоотношения, нельзя с ними как-то работать. Я надеюсь, что вы очень хорошо в данный момент понимаете, потому что если нет, то ситуация будет достаточно тяжелой. Для того, чтобы вам мужчиной наладить общение, можно и нужно делать следующую вещь. Чтобы мужчина как-то начал себя проявлять, ему во-первых нужно почувствовать себя так сказать принимаемым таким, какой он есть. Принимаемый. То есть он ему желательно ощутить себя освобожденным от вашего вот этого постоянного давления на него и постоянно каких-то подталкиваний в сторону того, чего он может быть и хотел быть, но явно чувствует, что вы на него очень сильно давите. А люди они не любят, когда на них давят. Да, к сожалению. Это аспект первый. Дальше. исходя из данного аспекта мы приходим волей-неволей как бы к следующему. Мы приходим к тому, что желательно чтобы вы почувствовали интересы мужчины, чтобы вы ощутили, что ему нравится и что он реально готов делать для вас, для себя, но в первую очередь на самом деле даже для себя, потому что формально вы говорите, что он свои в общем-то обязанности как супруга, как человек, который является отцом, он осуществляет нормально. Значит, вам нужно этот аспект тоже для себя определить, чего человек хочет и постараться ему помочь добиться того, чего он хочет. этот вопрос также является очень и очень важным. Следующий момент. Вы своего мужа безусловно знаете, и безусловно знаете, когда именно вы говорите, что вы очень редко откровенно разговариваете с мужем, но вы знаете, какие ситуации, если редко значит каждую из ситуаций, когда вы с ним разговариваете, каждую из этих ситуаций вы помните. Вы знаете, в каких ситуациях ваш муж начинал откровенничать. Старайтесь эти ситуации создав создавать. Старайтесь их генерировать, чтобы, собственно говоря, выводить муни на так нужный вам разговор. следующий момент касается ваших деток. Вы пишите, что значит мужчина, во-первых, разделяет все дела на свою жизнь, да, и жена и детка. И вам нужно этот стереотип о такого мышления, сказано так, придерживаются достаточно многие мужчины и тому виной можно назвать не столько их самих, сколько формы, направления мышления, направления, так сказать, сопоставления себя с своей семьей, женой, супругой и так далее. Ваш мужчина такой вот ярко выраженный самец в том плане, что он противопоставляет себя вам и детям, считает, что это не мужское дело. И определенно видит вас соперников в своей активности, в своем заработке, в своем потенциале. мужчина понимает, что вы гораздо более активнее него, гораздо более перспективнее, чем он, и это ему также мешает начать что-то делать, потому что мужчина гордый, а гордость не позволяет ему признать, что он слабее. Ну, про ответственность и про то, что вы не позволяете своему мужчине чувствовать себя мужчиной именно в семейном контексте, вам уже подсказал мой коллега, не вижу смысла повторяться. Вы пишете, что вас изматывает декрет, вы пишете, что вас изматывает необходимость сидеть с детьми, и эта необходимость очень тяжело вами перескивается. Вот ее тоже можно, главное, нужно как-то, ну, для вас как-то решать. естественно, решение этого вопроса касается исключительно финансовой стороны дела, то есть, понятно, что вы с радостью сделали то, что нужно, вы с радостью бы на нелюняннику, если бы не был против мужчины, он не доверяет никому, кроме вас, своих детей. Давайте подумаем так, о чем связанной, и всем связанной его не доверия. Не нравится ли это такой маленькой хитрости мужчины, чтобы привязать вас к воспитанию детей, и чтобы вы не могли заниматься какими-то деловыми моментами, для того, чтобы, ну, скажем так, опередить его, стать лучше мужчины, например, вопрос из заработка. Не является ли это защитой его мужского эго? Если да, то об этом нужно разговаривать, об этом нужно, это нужно обсуждать, на одной из тем нужно общаться и так далее. Далее вы пишете так, что мужчина старается, значит, так, мужчина старается работать, но это не та работа, которая нам нужна. То есть вы, к сожалению, обесцениваете то, что он делает. Вы пишете, что поддерживаете его, верите в него, хотите помочь, но, что но, вы сами сейчас, пока, считаете, что это не та работа, которая вам нужна. То есть вы постоянно говорите мужчине, что он занимается не тем делом, вы постоянно ставите ему какие-то новые задачи, какие-то новые перспективы, на которых, к которым он еще не готов. Но мужчина такой, как он есть, и ему тяжело воспринимать все то, что вы говорите, это его унижает оскорбля. соответственно, на эту тему точно нужно говорить, обсуждать и думать. Вообще-то говоря, складывается такое впечатление, что вы ищидаст мужчину пытаетесь реализовать какие-то свои желания, какие-то свои стремления и так далее. Я могу понять, почему вы это делаете. но давайте и мы с вами будем смотреть на вещи максимально объективно и ответим на ваш вопрос именно так. Для того, чтобы люди нормально общались друг с другом, нужно, чтобы у этих людей были общие темы. Поскольку в данном случае инициатором общения, инициатором налаживания диалога выступаете вы, то можно и нужно говорить о том, что вам же вам же и подстраиваться под мужчину. Вам под него подстраиваться. Вам подстраиваться под человек. Это необходимо. Без этого у вас не получится ничего. к сожалению. А простите, если вам это неприятно, но это правда, это факт, и об этом никуда не деться. Для того, чтобы общаться с любыми людьми, нужно пользоваться привычными, понятными им лексическими конструкциями для того, чтобы люди вас понимали, чтобы они не боялись вам довериться. Что будет, если мужчина доверится вам сейчас? Если мужчина доверится вам сейчас, вы просто переделаете его по своему образу и подобию. А ему это не нравится, он хочет идти своим путем. либо вы как женщина принимаете его этот путь и следуете за ним, предварительно попросив мужчину изложить вам план того, как он собирается что-то делать. Либо вы обассамбляетесь от него и делаете все сама, ничего от него не требуется. Либо ориентируетесь на то, чтобы каждый из вас делал то, что ему ближе, то, что у него лучше всего получается, то, что ему легче всего выполнять. То есть принцип разделения труда. Каждый делает то, что ему лучше, что ему удобнее. У вас, например, есть бизнес, шинка, у вас есть активная, деловая черта, характера, у мужчины есть что-то другое. Нужно поговорить и сказать предпримерное следующее. Дорогой, у тебя есть определенные способности. Эти способности лучше всего тебе проявлять там-то, 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 и таким образом мы будем получать максимальный эффект. У меня есть свои способности, я буду проявлять их там-то, 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 и это принесет тоже максимальный эффект. И вот только так, через разделение труда, не ломая человека, не навязывая ему ничего, и тем самым не настраивая его против себя, можно наладить общение. Но общение и взаимодействие такое, которое может дать вам мужчина, который хочет дать вам мужчина, для этого необходимо прислушиваться к желанию другого человека, какими бы они ни были, если вы с этим человеком живете. Если вы с этим человеком ведете общее хозяйство, то нужно к его желанию прислушиваться противном случае ничего не получится. Я понимаю, у вас ничего своего нет, вам хочется этого, но вы можете либо разочароваться в мужчинах вообще, и остаться в итоге без супруга, потому что супруг может не выдержать и уйти от вас и сказать «Ну, ты сама и так знаешь, зачем я тебе нужен», либо вы можете остаться вообще ничем, если вы не будете ничего делать и полностью прогнетесь под ним, либо вы можете постепенно налаживать свой диалог, решая и предварительно решив и ответив на те вопросы, которые я задал. Это все очень важно. Полагаю, что и ваша активность такая и принос ваших желаний на своего мужа обуславливается вашей жизнью, вашим детством, вашим воспитанием и так далее. Ваша постоянная жажда чтения книг, погнания чего-то нового, ориентация на бизнес-кланы, на достижения, все это имеет место быть из детства. Но прежде чем чего-то добиваться, нужно быть довольным тем, что есть. И становиться лучше не чем кто-то, а просто лучше. Подобную простую истину тоже вам не лишне будет осознать и принять для того, чтобы гармонизировать ваши отношения. На этом, пожалуй, еще. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. «Помогу». «Помогу».